11 лет без пересчета. Понятно, откуда такая реакция. Специалисты профильного министерства объясняют, почему кадастровая стоимость изменилась, причем в некоторых случаях довольно значительно, и комментируют возмущение сельхозтоваропроизводителей. При этом решение принималось не калуарно, а это общий процесс для всех регионов России, а методика подсчета разработана и одобрена Росреестром. В качестве маркера в Ульяновской области выбрали Николаевский и Барышевский районы, земли которых сравнили с соседними регионами. У нас, для понимания, я в абсолютных цифрах, кадастровая стоимость одного квадратного метра в Николаевском и Барышевском районе составляет чуть менее 5 рублей. Цены за квадратный метр, кадастровая стоимость за квадратный метр в смежных субъектах, она выше, при этом в Мордовии, в Чувашии значительно выше. И все-таки владельцам и арендаторам земли рост кадастровой стоимости ой как не кстати, особенно когда речь идет о сельхозтоваропроизводителях. Да и рост местами, по словам фермеров, значительно превысил ожидаемый по расчетам. Мы видим, что в отдельных случаях стоимость кадастровой земель увеличилась в десятки раз. Отмечу, что данный факт повышения прямо отразится на увеличении земельного налога, определении стоимости аренды, выкупной стоимости земельных участков. Конечно, это в первую очередь сейчас коснулось сельхозтоваропроизводителей, а давайте прямо признаем, у которых и без того год выдался достаточно сложно. Мы считаем эту ситуацию крайне недопустимой. Больше кадастровая стоимость, больше налогов в бюджет и муниципального уровня. С другой стороны, чем выше налоги и аренда, тем меньше доходов у агрария. Сегодня средняя рентабельность хозяйств министерством АПК оценивается не выше 4%. Само понятие налоговой ставки влияет в районе на объемы налоговых поступлений в бюджет и рост. А с другой стороны, составляет достаточно серьезную проблему для ряда хозяйств, которые, в принципе, могут подойти к такому положению, из которого выхода не будет. Заседание профильного комитета законодательного собрания намечено на 10 апреля. Депутаты и сотрудники министерства еще раз оценят ситуацию, выслушивают аграриев и, возможно, глав районов, чтобы прийти к элегиальному решению. В министерстве отметили, что стоимость земельного налога не будет поднята единовременно. В этом году действуют моратории на повышение размера земельного налога. А с 2024 года эта плата для физических лиц начнет планомерно повышаться и будет расти на 10% в год. Евгений Луковкин, Максим Архипов, репортер 73.